Сейчас я включу. Давай, подключай. Видно нас? Видно, да. Слава Богу. Вот видинка. А вот я. Да, у нас в субботу-то вечером мы в храме, молимся. Как вы, отец Игнатий? Ну, как вчера, так и сегодня. Слава Богу, что все у вас хорошо было. Рады вас видеть. На славу Христу. Дай Бог, чтобы у вас всегда все было хорошо. А вот моя мединочка, помните, я вам про нее говорила? Она мне говорит, отец Игнатий меня знает? Я говорю, да. Я когда болела этим злосчастным коронавирусом. В общем, я тогда вам рассказывала, писала, что вот девочка есть. Она ученица, да, я работаю где-то. Помните, да, отец Игнатий? Ну, да. Как наши все там, ученики ваши, как там? Ну, сейчас только занятие было. Они разбирали кремлинам 13 главу. У нас 11 раз в неделю идут занятия. 11 раз. Ага. По полтора часа. Вот видите, это вы, да, ведете, да? Нет, я не веду ни одного занятия. Я только, когда пройдут занятия в час, а потом полчаса мои, я отвечаю на все вопросы. А на каждом занятие, да, у вас полчаса? Или на каком-то одном бывает, на другом нет? Ну, я все, я их записываю и выставляю у себя на канале записи занятий. Да, да, да. Ну, очень, очень это хорошо. Я вот пример приводила нашим девочкам верующим тоже здесь. Я им говорю, что вот смотрите, как хорошо, да, они на скайпе, вот так невозможно, они на скайпе собираются. Вместе вот молитвы читают. Да. Вот служат Богу, все, вот. Я говорю, вот вы тоже, да, делаете? Они говорят, мы тоже делаем. Я говорю, я не знаю. У нас каждые два часа идет молитва. Я там расписание вам дал. Каждые через два часа, десять минут молитва. Ну, это как намаз. Семь раз в день. Чемь раз в два часа. Семь раз, семь, семь раз, семь намазов совершается у нас за день. Дай Бог вам долгих лет, да, Бог вам здоровья. После каждой молитвы сто поклонов. Слава Богу, слава Богу. Да. Отец Игнатий, у вас там не холодно в комнате? Ну, этот день мы не топили, потому что на улице было тепло, семь градусов всего мороза. Семь градусов, это уже у вас тепло, да, считается? Отец Игнатий, я здесь дрожу, когда ноль. Я не выдерживаю. Ну, а утро? Затопим утро. Ну, вот, видишь, отец Игнатий? Ну, что-нибудь скажи ему. Скажи, мир вам. С мир вам. С миром принимаем. С миром. С миром. Господь Христ. Я же рада вас видеть. Христос сказали, говорит, входя в дом, приветствуйте мир вам. Салям алейкум. Это на арабском, отец Игнатий. Салям алейкум, это на арабском. Шалом. А мы, да, это уже на еврейском, да? Да. Это почти, что у них одинаково, да? Одно и то же слово. А Медина так хотела вас видеть. Она меня сейчас просила, говорит, позвони, дай ему позвони. Я говорю, хорошо. Отец Игнатий, благословите ее. Ваше благословение много значит. Скажите ей что-то, какое-то напутствие, если вам не трудно, наставление какое-то. Вот она перед вами. Она молится. Отец Игнатий, она прочитала, ей 11 лет, она прочитала весь псалтырь. Все псалмы, вот клинуюсь, правда, на русском языке, мы с ней вместе читали. Я не знаю вокруг ни одного ребенка, но вы, наверное, знаете, чтобы в 11 лет в этом возрасте почитал псалтырь. У нас считает, у нас, наша группа считает дети прямо в храме. Мы за 60 дней, 2 месяца, просчитываем полностью псалтырь, как молитва. Молитвенная. А, отец Игнатий, за 2 месяца, да? Да. А вот я ставила перед собой цель, у меня было такое. Вот мы с Наташей это делали. Правда, она сама тоже сама читала. Я сама за неделю читала псалтырь, слава богу. Для вас это не проблема, я знаю. А вот когда я в тюрьме был, у меня распорядок такой был. Там подъем в 6 часов утра. Я всегда вставал в 4. И днем у меня примерно 5 раз я остановился на молитву. Каждая молитва у меня была полтора часа. Псалтырь я прочитывал за 2 дня. Через 2 дня опять полностью псалтырь читаю. И за это же время, за 7 дней я считаю Новый Завет весь. А сколько раз вы это делали, отец Игнатий, что за 2 дня читать? Ну, примерно 5 раз. 5 раз за 2 дня читать? 5 намазов совершал. Вокруг люди, пьяницы. И вот когда меня привезут в новую тюрьму, было так... Меня послали среди мусульман специально, чтобы я на другом языке это не разговаривал. Я отбывал в тюрьме-то среди мусульман. Я их очень хорошо знаю. А почему... Вы в какой стране отбывали? Казахстан, Жамбульская область, Жанатас. А как вы там оказались, отец Игнатий? Ну как, в нору? Как вы? В тюрьме посадили в поезд, заковали и повезли. А вы, наверное, туда ехали, чтобы проповедовать. Да, я поняла. Нет, меня арестовали. Арестовали в 86-м году. И когда осудили... Арестовали? Ага. Ну что, ты не знаешь разве, что я в пяти тюрьмах отбывал? Я слышал, да, я читала об этом. Но вот тут, что в Казахстане... Но я реабилитирован, теперь реабилитирован только с 92-го года. Ой, Боже мой. Но вы недолго там сидели, да? Ну, недолго-то, недолго. Хватило мне этого. Меня в общей сложности советская власть 26 лет мучила. И психиатрии еще только не было. Надо мной какие опыты делали. Меня вот так подвесят, там накачают вот такое тело. И со шприцом сидят и отрекаешься от Бога. Или отрекаешься, а сейчас еще укол дадим и все. Видишь, пусть тебе это будет примерно, какие люди есть, видишь? Да, вот ей пусть это будет. И вот смотри, смотри, смотри. Благодарю Богу он это терпел. Слушай, вот я утром встаю, ну, я встаю на 2 часа раньше, в 4 часа я на молитве уже. А общий подъем будет в 6 часов. Я молюсь, благодарю Бога. А мне говорят, вчера ночью вы молились, сзади вас становились на колени 7 человек. 7 человек, эти преступники, убийцы. Можно мы с вами будем молиться? И они говорят, мы заключили союз, чтобы не курить никогда. Ну, я молюсь, благодарю Бога. Следователь, который меня допрашивал, обратился к Богу. Ага. Ну, это после того, что вы, да, имя проповедовали? Ну, да. Представляешь? Да. И стал ты уже молиться, да, отец Игнатий? Ну, я молюсь днем, открыто-то, а ночью я встаю на молитву еще до 4 часов. И они сзади встали и молятся на коленях со мной вместе. Казахи, мусульмане. Я очень рада вас видеть, отец Игнатий. Да, Бог вам много-много жизней. Мусульмане каялись, молились, мусульмане. Ну, да, конечно. Они видят ваш свет, поэтому так. Ну, они верят, что Господь есть Бог. А когда я говорил, в это время новые люди обращались. Я говорю о Боге, проповедую, что Христос умер за нас. Что он зовет к покаянию. И человек выходит, я хочу Богу веровать. Мы встали на колени, вместе плачем. И нас обоих сразу оттуда вытащили, туда в подвал бросили. Чтобы мы там отдельно были, чтобы других не заражать. Отец Игнатий, вы знаете, в Куране есть один аят. Вы помните, что мусульман больше всех любят христиане. Потому что, говорит, у них есть священники, которые не гадятся. Помните, да? Послушай, Самир, вот в прошлом году мне пришлось тут встретиться. Прошло передо мной, переводи, 2600 мусульман. Я бы разговаривал. 2600 мусульман. И ни один не считал эту книгу. Ни один. Куран не читал. Ни один, они его не знают, книгу. И вот один нашелся, говорит, я знаю, как я говорю, считай. Ну, прочитай, что написано. Это перевод Корана, да? Да. Это Кулиева. Да, именно Кулиева, да, да. Это очень хороший перевод. Мне, когда надо было, я в Москве пошел в Йеменское посольство. Йемен. Мусульманская страна. И там я достал Корана сколько и подарил друзьям всем. У меня вот нашелся человек, я говорю, ты настоящий мусульманин? Да, я молюсь. Я говорю, ты мне ответь на вопросы. Скажи, вот у нас Моисей, у вас Муса. Это один и тот же? Он говорит, один и тот же. Я говорю, у нас Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же? Один и тот же. Ну, я ему дальше перечисляю. У нас Авраам, у вас Ибрагим. Это один и тот же? Ну, да. Да, да. Один. Но я ему дальше и говорю. У нас Давыд, у вас Даут, это один и тот же? Один. Да, да. А я говорю, теперь давайте говорить. Если один и тот же. У меня в Библии, Моисею, пять книг. Бытие, исход, левит, счисло, второзаконие. У вашего Муса, ни одной книги нету, вот в этой книге. Ни одной нету. Нету. Даже ничего нету. Куда делать все? Если это один и тот же. Почему он у вас ничего не дал вам? Я не знаю. Я говорю, а вы знаете? Я говорю, я знаю. Отец Игнатий, это они не знают. Ну, хорошо, теперь давай ты отвечай, ты грамотная. Скажи, почему вот в этой книге нету ни одной книги Моисея, а в Библии пять книг, почему нету? Так, что-то скажи. А я сейчас вам скажу. Ну, давай. Закрешите меня, отец Игнатий. Сделай, чтобы видно было себя. Поверни сюда лицо. В экран зайди, вот так. Давай. Да, да. Почему у нас пять книг, я перечислил. Тут ни одной нет книги. Почему? Отец Игнатий, хотите я вам сейчас все то, что говорил Моисей, все, что есть там в Библии, сейчас прямо зачитаю из Курана. Хотите? Книги ни одной нету. Я еще раз добавляю. Книги ни одной нету. Ни бытие, ни фраза отдельно, а книги нету. Я не говорю. Понятно? Нет, но там есть основные законы, которые есть в бытие. Нет, я не про это спрашиваю. Самой книги почему нету? Дело в том, что Библия – это книга, состоящая из тех книг, которые были посланы разным пророкам. Это сборник книг, где собраны все писания, которые были неспособны пророкам Моисею, Соломону, вы помните. А Куран – это отдельная книга, которая была неспособна пророку Мухаммеду. И там говорится о всех пророках, упоминаются имена, но это вы тоже знаете, это я не учу вас. И там говорится то, что говорилось пророкам, вот о их жизни, потом о законах. И говорится, что, о, Мухаммед, тебе ничего нового не дано. Все, что тебе дано из законов от Бога, это все дано было и другим пророкам до тебя. Я четко ставлю вопрос. Пять книг, главы стихи. Как это? Одно взял предложение, это не считается. Книг нету ни одной. Дальше, Соломон. У него что у Соломона есть? Притча Соломона, премудрость Соломона, экклесиаста, песня-песня. Четыре книги. В этой книге ни одной книги Соломона нету. Куда делись они? Есть, есть, отец Игнатий. Там и про Соломона, Сулейман, пророк Сулейман. Но если у нас полторы тысячи притч, а тут только одна притча. А ну это же естественно, отец Игнатий. Нет, послушай. Послушай внимательно. Дальше. У нас Псалтырь. 150 псалмов. Почему в этой книге Давыда упоминают, но ни одного псалма нету? Куда они делись? Да потому что это то, что все, что там в Коране есть, это все то же самое, что и в Псалтыре, и в Евангелии, и то, что в притчах, премудрость Соломона. Но разница в преподношении отец Игнатий. Не в этом дело. Ну я эту книгу просчитал на несколько раз. Буквально симфонию составил. Я скажу, сколько в ней букв. Сколько раз упоминается Ибрагима, сколько раз. Я вам эти данные сброшу. Дело не в этом. Дело совершенно не в этом. Вот почему. Тот, кто написал эту книгу, он был очень любознательный человек. Он, ну, знаешь, на ком он был женатый. Он, как его менеджер, он ездил в разные там места, где еще закупал. И там жили за раз 300 и отдельные из евреев. Он на слух брал. Поэтому книг и нету. И поэтому, что он слышал, то и записал. У нас разночтение... Он вообще не писал. А здесь, значит, он вообще не писал. Ну, не он записал. С его слов записали. Давайте дальше поговорим. Ну, да. Я просто хочу узнать, чтобы... Как это получается? А теперь, знаете, слышите? Между прочим, Медина весь Куран читала. Правда, на азербайджанском языке, да? Но она весь его читала уже три раза. Самера. Она тоже может вам сказать? Самера. Самера. Иса, который в этой книге описывается. Иса. Иисус Христос. Вы знаете что-то разной личности? Это разные персонажи. Между ними 1600 лет. Иса, который... Отец Игнатий. Подождите, родная. Дело в том, что Иисус, тот, которому мы верим, и вы верите в мир ему, это одна личность, он был... Нет, нет, нет. Девы Марины. Правильно? Ты просто не знаешь. Это разные личности. Между ними 1600 лет. Это написано у вас, 19-я сура, 48-й аят. Вот это не ожидал я такое незнание. Так, ну что, слышно, нет? Самера, слышно меня? Нет? Ну ладно. Вот. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Зашли, что-то опять отбивает Да, а что, видео не видно, да? Ну, не видно так Вот сейчас так, слушай Так, слушай внимательно, послушай Возьми ручку, запиши, я еще скажу Запиши Значит, это одна и та же личность Да нет, нет Да это не я говорю В этой книге написано, что это разная личность Это абсолютно разная Слушай внимательно Пятая сура называется Аль-Майда Знаешь это? Да, да, да Вот, теперь слушай внимательно Да, слушай внимательно Трапеза, трапеза Так, девятнадцатая Запиши, девятнадцатая сура Секунду Извините меня, я дверь открою Я очень извиняюсь, секунду Давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отец Игнатий, простите меня, ради Бога Это ученица пришла Кое-что забрать Вы запишите, что я скажу Так, девятнадцатая сура Сура девятнадцатая, двадцать восьмой аят Дальше Двадцать восьмой аят И третья сура Тридцать пятый, тридцать шестой аят Вот, а теперь сравни Стрелку поставь Тридцать пятый, тридцать шестой аят Тридцать пятый, тридцать шестой аят Тридцать пятый, тридцать шестой аят А теперь напиши, сравни исход, 6 глава, 20 стих, книга исход, вторая книга Моисеева. 6 глава, какой стих? 20 стих, исход. Ага, есть. Вот где показано, что между Христом нашим и пророком Иса, который 1600 лет, это я не придумываю, я отсюда беру, что Марьям, которая мать Иисуса, она была сестра родная Моисею. А Моисей жил за 1600 лет, это что, мы не соображаем разве? Это не ошибка какая-то. Отец Игнатий, нет, в Коране же говорится про Иисуса, сына Девы Марии. А Мария и сестра Марьям, которая родная сестра Моисея, вы посчитайте сами-то. А когда начинаете исход, между ними 1600 лет. А о чем, в смысле, мы сейчас говорим не об одном и том же Иисусе? Конечно нет. Исса, я когда беседую с мусульманами, я говорю, я в вашей книге ничего не критикую, не трогаю. Но почему вы ее не считаете? Вопрос один. Передо мной прошло 2600 мусульман, и ни один не считал. Я говорю, только за голыми бабами умеете бегать. Разве так можно жить? Отец Игнатий, нет, нет, подождите, нет. Ну, я читала Куран много раз. Ну, как же не понять, я назвал где, открывай. Там написано, что Марьям, которая была матерью Иисуса, она была родной сестрой Марьяме, которая была сестрой Моисея. А между ними 1600 лет. Нет, сейчас я там, там нету такого, не написано. Сейчас я секунду. Вы прочитайте потом. Хорошо. Отец Игнатий, там таких же слов нету, что Марьям это сестра Мария. Такого же нету там. Там есть, что Мария, дочь, где Мария была дочь Анна. Так, подожди. Максим Самира, что я сказал, проверь и сравни с исходом 6.20, и ты поймешь тогда это. Я же не выдумываю сам. Это написано. Я говорю, смотри. Вот откройте, пятая сура 6. Отец Игнатий, о чем речь, я не могу вот одно понять. О чем речь? Вы, в смысле, говорите, что в Куране не написано об Иисусе? А о нашем Иисусе ни одного слова нету. Там написано пророк Иса. А я извиняюсь, а ваш Иисус это какой? Я извиняюсь, отец Игнатий. Ну так у нас же Евангелие. У нас Евангелие есть. И в Евангелии написано, 13 глава, 13 стих Евангелия Теана. Вы меня называете Господом, и я действительно то. А они выступают, которые там разные знатные, врут напропалую. Это написано в Евангелии. Отец Игнатий, дорогой, подождите. Иисус, который описан в Евангелии, в Евангелии говорится об Иисусе. Он же сын Девы Марии. Да, да. Ну все, значит он человек, да. По человечеству. Он Бога-человек. Бог. Второе лицо Троицы. Нет, но если его родил... Отец Игнатий, родной. Ну его родила женщина. Он материальное тело имеет. Да. Но Бога же материального тела нет. Он Бога-человек. Я говорю, вы меня не слышите. Он Бога-человек одновременно. У вас познание в этом вопросе, как у евреев. Бог открылся в Троице. Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой на сии трясуте. Едино. Что это такое? Это не дано понять. Это веры только мы постигаем. Мы ничего не добавляем. Заметьте, вот в этой книге, Самира, я не добавляю ни одного слова. Я говорю, считайте, откройте 5 сура 68 аят. Нет, отец Игнатий, это я все понимаю. То, что в Куране говорится, даже вот если мы сейчас оставим в покое Куран, если бы даже, например, пророка Мухаммеда не было бы, да? Вот если бы мы его не знали бы, если бы не читали бы Куран, вот мы, если бы не были бы мусульманами. Но вот разговор идет об Иисусе Христе, которому верю я и которому верите вы, что Он был и Он Слово Бога нес. Он чье Слово нес? Нес Слово Бога, Которому Он молился. Отче наш, сущий на небеси, да святится имя Твое. Он же не сам себе молился, отец Игнатий. Почему сейчас ему молятся? Вы понимаете, у вас, слушай внимательно, вы не можете никак с этого состояния зайти. Он был одновременно, он был одновременно Бог и человек. Он молился по человечеству. По человечеству он молился. Вот он, когда в Гефсимане он был, и он молился, отец мой, да минует меня щаше сия. Не моя воля, но Твоя да будет. Первый молится как человек, а дальше как Бог подчиняется. Он Бога-человек. Он безначальный. Отец Игнатий, тогда получается, что два Бога, Бог, Который Ему создал, а Тест, Который Иисус? Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Но три суть единая. Единая. Ну как единый? Как тебе может быть в едином, отец Игнатий? Да никто этого объяснить не может. Мы верой постигаем это. Нам это открыто. Это написано... Нет, в принципе, верить можно. Это вы знаете. Верить можно в любое, во что хотите. Но если говорить... Нет, не что-то. Самира, я говорю по Библии. Я христианин. И вначале, смотрите, Евангелие Отечеяна, первая глава. Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Отец Игнатий, я не имею права с вами даже где-то и говорить, потому что вы мой учитель. Просто я никогда не говорила с вами на эту тему. А вы сейчас очень красиво все говорите. Но дело в том, что я одно знаю точно. Для меня Евангелие – это слово Бога. И Иисус учил, что меня послал Бог. И когда молитесь, молитесь Ему. Значит, Он служил одному Богу. Но вот то, что говорят Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух, это уже я не могу понять. Потому что Он-то об этом не говорил. Он говорил об этом как раз. Понимаете, вот у вас, вы, ну, то ли не хотите знать или что. Мы считаем 20 главе Евангелия от Иоанна. Фома ему говорит воскрешему, Господь мой и Бог мой. Христос же это не отвергает. Евреи хотели Его убить. Говорит, ты, человека, делаешь себя Богом. Вы эти слова-то никак не берете, выбрасываете. А это неправильно. Я из вашей книги ни одного слова не выбрасываю. Ни одного критики не навожу. Я принимаю, как у вас написано, пророк. Пророк, пожалуйста. Наш, Он Бога-человек. Да, да. Отец Игнатий, смотрите. Вот если взять вот то, что, например, Коран, это то, что читают в мусульмане, перевод. Это перевод. И Евангелие, то, что читают христиане. И я тоже мусульманка. Я тоже люблю читать Евангелие. Это тоже перевод. А вот если я, например, знаю арабский, и я читаю оригинал, и я сравниваю. Есть вещи, которые, например, немножечко не совсем дословно правильно переведены. И то же самое в Евангелии происходит. Это перевод. Но вы же сами никогда оригинал не читали. Какой оригинал? Может быть, оригинал слов Иисуса о Боге. Мы говорим сейчас о Евангелии. Оригинал Евангелия. Вы никогда не читали. У вас никогда не бывают такие мысли, что некоторые слова, люди, может быть, там... Видите, они противоречат друг другу. В одном месте... Самира, Самира, написано... Слушай внимательно, слушай. В Библии написано. Господь говорит, небо и земля исчезнут. Но ни одна буква йота, ни одна черточка не исчезнет. И он верен слове. Да, это говорится об оригинале, но не о переводе. Как не оригинале? А с оригинала так раз все исписано. Это мусульмане придумали. Ее, говорят, переписывали. А если бы это было так, как с вашими устами, как говорится, мед пить. Это было бы, если бы так. И если бы перевод был точно такой же, как оригинал, это было бы такое счастье. Но люди, они всегда... Даже книга Сирахова есть в Библии. Я вам посылала там, по-моему, если не ошибаюсь. Иисус Сирахов. Он говорил, что любую книгу, когда переводишь, там бывают какие-то помехи. Любая книга. Самира, ты имеешь хороший перевод синодальный. Лучший перевод в мире за всю мировую историю. Вы знаете, как его переводят? А мне не пропустили. И ни одной буквы не пропущено. Переводчики были такие, каких сегодня даже и нету. Чтобы перевести... Вот септуагин-то, с еврейского на греческий. Вы знаете, сколько переводчиков было? 72. Отдельно друг от друга переводили 72 дня септуагин-то. 72 лучших переводчика Израиля. Это было за 245 лет до Рождества Христова. Я понимаю, отец Игнатий, но ведь ни в одном месте в Евангелии Иисус не молился себе. И никто в Евангелии там нет, чтобы молился Иисусу. Ни один апостол Иисусу не молился. Но почему христиане молятся Иисусу? Так он же сказал, говорит, я иду к отцу моему. Просите во имя мое, чего что хотите. Так и было. Нет, во имя, отец Игнатий родной, во имя Иисуса просить совсем другое. А молиться самому Иисусу ни один апостол не молился. Так они его и просили, он с ними был рядом, Самира. Он рядом с ними был, и они к нему обращались. К живому. Ну, он же мог бы, если бы можно было Иисусу молиться, а не Богу, которому Иисус молился. Тогда бы Иисус сказал, молитесь мне, молитву, зовите меня. Вот я учу вас, как надо молиться. Когда зайдешь ты, и помните, как там идет. А когда будете молиться, зайдите и скажите. О, Иисус, он же так не говорил. Он сказал, когда будете молиться, скажите, отче наш, сущий на небесе. Там имя Иисуса в этой молитве не упоминается, отец Игнатий. Почему они Иисусу молятся, родной мой? Да потому что он спаситель. Почему, отец Игнатий, посмотрите, отец Игнатий. У нас у мусульман тоже есть такие вещи. Они некоторые тоже Мухаммеду молятся. Они молятся пророку Мухаммеду. Они не молятся Богу, единому Творцу, который создал всех людей, всея живое. Они молятся Мухаммеду, и их невозможно переубедить. Они говорят, что нет, Мухаммед пришел воплоти, это Бог. Вот я не могу их переубедить. Это вера. Вот почему христиане Иисуса молятся, а не Богу, которому Иисус молился? Почему они? Ну почему они это делают? Ну это же грех, это большое. Что Бог говорит, не сотворитель мира. Бог говорит, единый Бог есть. Ну почему? Я отвечаю, почему. Еще раз говорю. Он говорит, вы меня называете Господом, и я действительно то. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. 20 глава, считаем Иоанна. Он воскрес, Христос, когда? Фома ему говорит, Господь мой и Бог мой. А Богу всегда и молятся. И прямо к Ему молятся люди, молятся. Как, говорите, не молятся? Господи. Нет, отец Игнатий, что мы понимаем под словами, то, что он говорил, совсем другое дело. Как Иисус учил молиться, мы так должны молиться. А мы идем вопреки Его учениям. Нет, не вопреки, Сабира. Не мы так и делаем. Я-то так и не делаю. Он говорит, я и Отец одно. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 13 стих. Иисус говорит, я и Отец одно. Одно. Это не два. Я понимаю, но молиться как надо? Как он учил? Да, понимаете, как он говорил, так и молимся. Вы видите, у вас никак... Вы не можете никак сдвинуться. А как он говорил? Иисус Игнатий, как он говорил? Вы понимаете, что у вас учения, у троицы нету. Никакого. И вот когда идет Блаженный Августин на берегу моря. И видит мальчишка, ну мальчик там года три. Волна набежит, он раковину подцепит в воду. Отбежит и выливает. Ты откликаешься, я не могу это объяснить тебе. И он говорит, а что ты делаешь? Он говорит, хочу вот это море вычерпать в лунку. Так она говорит, у тебя песок-то проходит, и это большое. А как ты головой решил думать о Боге? Я говорю, смотрю, никого нету. Бог открывает это. Это тайна. Ее или принимать, или не принимать. Вот сейчас принесла Медина Библию. И вот вы скажите, пожалуйста, где, в какой главе в Евангелии Иисус мечил молиться, как надо. 13 глава, 13 стих. Открывай. От Матфея, 13 глава. Не Матфея, я уже пятый раз говорю, Иоанна, Иоанна. Как-то не... Почему не дается это понять? 13 глава, Евангелие от Матфея, да? Опять Матфея. Это еще. Я говорю, Евангелие от Иоанна. Повтори несколько раз. Я говорю, Иоанна, Иоанна уже седьмой... Седьмой раз говорю, седьмой раз. Видишь, как вот дьявол запечатывает. Евангелие от Иоанна. А от Матфея вы не принимаете Евангелие? Да почему же не принимаем? Да вы спросили, где я отвечаю. А, да, все. От Иоанна, значит, 13 глава. Ага, есть. И какой стих? 13 глава, 13 стих. Пожалуйста. Значит, 13. Вот. Вот, Медина. Читай, пожалуйста. Давай. Читай. Читай. Нет, отец Игнатий, я не это говорю. Я говорю, где говорится, как надо молиться, как учить молиться Иисусу. Он учил молиться, когда был на земле. На земле, когда был. А когда он вознесся, отныне, говорит, двери открыты. Вы как-то не можете... Шестая глава. Шестая глава. Шестая глава. Общий массы молитвы, молитвы, молитвы у нас две. Мы молимся это, одинаково. Давайте, прочитайте. Где она, эта молитва? Ну, шестая глава. А какой стих? Ну, по порядку считайте, вы там увидите. До девятого стиха. Матфея, Евангелие от Матфея, шестая глава. Ну, как? Вот, 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 вот. Вот. Начинайте. И когда молишься... Давайте, с девятого стиха считай, с девятого. С девятого, вот. Вот, 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 вот. И когда молишься, не будь, как лицемерик, которые любят себя на угол и на углах улиц, останавливаются молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст себе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. Не говорите лишнего. Ибо они думают, что многословия своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им. Ибо знает, отец ваш, чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так. Отче наш, сущий, на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, сущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избавь нас от лукава. Ибо твое царствие и силы слава веки и веков. Аминь. Вот отец Игнатий, ну вот только эту молитву он дал. Ну теперь дальше, так, прочитали. Слушай, открывай Евангелие Тиана. Евангелие Тиана, 20 глава. Сейчас, я отъеду секундочку. 20 глава. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, открыла ее. Открыла? 28 стих, считай. Евангелие Тиана. Стой. Да, у меня от Иоанна, 28 стих. Фома сказал ему в ответ. Вот, Господь Бог. Ну, это Фома сказал. Ну, обождите, обождите. Что, что сказал Даша-то? Слушай, нельзя же так отрывать. Что он сказал? Просчитай. Фома сказал ему в ответ. Господь мой и Бог мой. Это Фома сказал. Ну, Даша, Даша, ну, Даша, считай, Даша-то. Даша. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженно не видевший и уверенный. Вот и все. Фома его видел, говорит. А Христос не сказал, что ты неправильно сказал. А ты сказал правильно, потому что увидел меня. Ты уже прямо говоришь. Нет, он сказал ему, что ты увидел меня. В этом ты прав. Ты меня видишь. Увидел теперь менее прежнего, а увидел нового. После воскресения. Уже Господь мой и Бог мой. Он же не сказал, что я Бог. Этих слов же нет у отеца Игнатия. Давай, по порядку более считать. Давай. Отец Игнатий, вот покажите где-нибудь мне, где Иисус говорит, что я Бог. Вот где-то есть в Евангелии такое. Ну, впереди сейчас считали только. Вы меня называете Господь и Бог. Я действительно то. Вы только просчитали сейчас. У нас так не положено, чтобы выбрасывать. У нас не положено выбрасывать что-то. Ни одной буквы нельзя выбросить. Отец Игнатий, Иисус не сказал здесь, что Он Бог родной. Это Фома сказал. Так тогда вообще ничего нету. Там сказал, тут сказал Петр, тут Иоанн, тут Павел сказал. Фома сказал. А Господь говорит. Что Ему говорит? Ты поверил, что я Господь и Бог-то. Тут же прямо говорит Он Ему. Ты поверил, потому что видел. А другие не видели меня за Господа Бога принимать будут. Тут много говорил, сотворил Иисус перед учениками с вами других чудеса. Да, ну-ка, давай. Писан в книге Кэй. Съеже написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Вера и мере жизни во имя Его. Отец Игнатий, а здесь говорится, что Он Сын Божий. Если Он Бог, так как Он мог быть и Сыном Божиим? Что одновременно сам Свой Сын, что ли, Иисус, как это Отец Игнатий? С ума сойти не может. Понимаешь как? У вас понятие о Боге, как у евреев. Бог троищен в лицах. Он Отец и Сын, и Дух Святой. И вот смотрите, вы сейчас... Отец Игнатий, родной, он сам... Вот они говорят, что Иисус это Бог. Да, Он сказал, что Он Бог. А здесь вышел Сын Божий. Так Он сам себя родил, что ли? От Отца рожденный. У нас верую. Кредо верую во единого Бога Отца Вседержителя. Нет, Отец Игнатий, все-таки здесь переводы, они... Ты сам, да, испортили дела. Не надо так. Я на вашу книгу ни одного слова не говорил. Зачем вы в мою книгу залазите и топчетесь? Ваша книга написана, я ни одного слова не опровергаю. А мусульмане сразу начинают... Веры нет, скажу, у меня веры нет. Нет, Отец Игнатий, ваша книга, это и наша книга тоже, Отец Игнатий. Но я вашу книгу... А переводы... Я не перевожу, не трогаю, не говорю, что перевод неправильный. Разница большая. Каждое слово, я говорю, это ваша книга. Я не трогаю. Почему вы в нашу книгу начинаете рвать на счастье? Не, не, Отец Игнатий, это перевод, речь идет о переводе. Не надо, откуда вам знать про переводы? Откуда вы взяли это? Вам в башку вдолбили эти имамы? Я вашу книгу не говорю, что неправильно переведена. А вы уже неправильно переведена, неправильно переписывали. Вы ее рвете на счастье нашу Библию. Нет, 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 родной. Ну что вы, не дай мне. Ну а как же, как по-другому-то понимать? Я вашу книгу... Отец Игнатий, любой... Нет, нет, Отец Игнатий, любой мусульманин верит в Евангелие, что это от Бога. И я верю, и я верю в Евангелие от Бога, и я его читаю. Я просто говорю, что в переводе и Курана, и в переводе Евангелия есть какие-то маленькие недочеты, но которые имеют большое значение. Это перевод, это не сам Евангелие и не сам Коран. То, что у вас в руках, это не сам Коран, Отец Игнатий. И то, что Евангелие выдерживает перевод, это не сам Евангелие. Это что, неправильно переведенный? Там есть недочеты, да, Отец Игнатий. Нет, там такие знатоки, как Кращевский. Как вот этот вот, который переводит Кулиев. Это очень признанное. Не где-то я брал, в Йеменском посольстве. И тут уж ни одной буквы не исправлено. Почему вы начинаете даже свою книгу? Это на этом у нас тоже бывают такие. Тут неправильно, тут неправильно, и ничего не исполняют. До единой буквы правильно. В вашей книге я ничего не отрицаю ни переводчиков, ни добавок. Давайте так. Заметьте, мы считаем. 4.12. Деяния апостолов. Говорит, нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которому надлежало бы нам спастись. Вот и все. А ну теперь открой Галатам. Галатам, открой. 1.8. Послание. Галатам. Библия, как Галатам, 1 глава, 8-9 стих. А какая страница, вы мне не подскажете? Библия не на странице, а главы и стихи. Нет, я думаю, может быть, у нас с вами одна и та же книга. Не надо, не надо. Определяется Сура и Айят. Страницами не определяются. У нас главы и стихи. Я сказал, послание Галатам. Послание Галатам. 1 глава, 8-9 стих. Хорошо. Просто можно было по страницам тоже хорошо. Ну, давайте сейчас, читайте. Вот дело в том, что я не могу дать сейчас. Держи, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. А может быть, вы прочитаете, отец Гнат, чтобы я вас времени отнимала? Нет, вы должны сами прочитать. Каждая буква на месте стоит. Сейчас, еще, еще, еще. Да, Медина. Сейчас Медина попробует найти. Так. Послание апостола Павла к Галатам. Вы скажите, что это в Новом Завете. Ну, это в Новом Завете. В Новом Завете. Да, да. Апостола Павла. В Новом Завете. Отец Игнатий, вот я нашла посланник филиппийцам. Да зачем филиппийцам? Галатам пораньше, пораньше возьми. Галатам это раньше. Вот, вот я нашла Галатам, ага. Первая глава, восьмой, девятый стих, считай. Как прежде мы сказали, нет, восьмой. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, что благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Вот и все, весь ответ. По моей книге, все книги, все, что ни по слову Божию, ни по Библии, анафема, хорем, проклятие. Прямое, это прямо в Библии написано, она у вас на столе лежит. Я же не чужую книгу считал. Отец Игнатий, а какая книга идет против Евангелия? Мы же ее не принимаем, не дай Бог. Евангелие, это от Бога, правда? Если вы или я не примем, это анафема будет стопроцентная, я знаю это сама. Да Библия написана, Петр говорит, все Писание Бога духовновенно. Что ж вы такие, это мне не надо, в Библию-то зачем вы рвете на счастье? Вот это не надо, вот это не надо. В вашей книге ни одной буквы не трогаю, мы разные. Вы, ну ты сейчас только сказал, Евангелие надо, а послание Павлу, может, не надо. Нет, нет, когда я сказала? Вы сейчас сказали, Евангелие от Бога, послание Галатам не от Бога. Нет, нет, Отец Игнатий, я только не сказал. Так, по-другому вы говорите, что Иисус Христос не Бог. Апостол Павел говорит, Бог, и что будем делать? Отец Игнатий, все, что в Евангелии есть, вот вы говорите, все, вот то, что вы принимаете, в Куране говорится, что... Субтитры создавал DimaTorzok